Начнем с приготовления медового бисквита и сразу подготовим все необходимые ингредиенты. Далее готовим формы для выпечки. Я буду выпекать в двух кольцах диаметром по 18 сантиметров. Донышки застилаю фольгой, бока колец смазывать маслом не нужно. Устанавливаем кольца на противень и пока отставляем в сторону. Заранее подготовим и сухие ингредиенты. Пшеничную муку высшего сорта соединяем с разрыхлителем и просеиваем через сито. Добавляем щепотку соли и тщательно перемешиваем венчиком, чтобы разрыхлитель и соль равномерно распределились в муке. Бисквит будем готовить на основе медовой карамели. В небольшом ковшике или кастрюле с толстым дном соединяем мед и меньшую часть сахара 60 граммов. Увариваем мед с сахаром при среднем минимальном нагреве приблизительно 5 минут. Постоянно помешиваем и следим, чтобы карамель не сгорела. Мед используйте любой, который вам нравится. Чем ароматнее мед, тем ароматнее и вкуснее получится бисквит. У меня гречишный. Можно брать из-за сахара, но он все равно станет жидким в процессе нагревания. Если у вас аллергия на мед, то его можно заменить патокой или искусственным медом. Карамель готова. Снимаем ее с плиты, добавляем сливочное масло, предварительно порезанное на кубики и тщательно перемешиваем. Удобно это делать венчиком. Когда ингредиенты полностью объединились, добавляем пищевую соду и снова перемешиваем. Почти сразу же вы заметите, как пошла реакция соды и меда. Если вместо меда вы использовали патоку или искусственный мед, то соду нужно обязательно погасить уксусом или лимонным соком. Дадим карамельной смеси немного остыть. А этим временем взобьем яйца со второй частью сахара. Помещаем яйца в дежу миксера, сюда же высыпаем весь сахар и сразу же начинаем взбивать. Обязательно яйца должны быть комнатной температуры, чтобы сахар в процессе взбивания успел раствориться. Я взбиваю на седьмой скорости из 10 до густой, светлой и очень пышной массы. Также можно работать и ручным миксером, главное добиться вот такой консистенции. Карамель за это время немного остыла. Добавляем к ней часть взбитой яично-сахарной массы и тщательно перемешиваем. Этой частью воздушной массы мы, так сказать, должны пожертвовать, чтобы немного сблизить текстуры. Перемешали до однородности и теперь объединяем с основной массой. Далее в два приема добавляем сухие ингредиенты и перемешиваем силиконовой лопаткой до однородности. Очень важно, чтобы не осталось непромеса, но и лишний раз смешать тоже не стоит, чтобы сохранить ту воздушность взбитых яиц, которую мы создавали. Далее разделяем готовое тесто на два кольца, подготовленные заранее, и выпекаем при температуре 160 градусов приблизительно 45-50 минут. На режиме верх-низ без конвекции, на среднем уровне духовки. Проверить готовность бисквита можно деревянной шпажкой или нажатием. Он должен пружинить и не проседать под нажатием, не оставляя вмятин. После того, как бисквиты приготовились, остужаем их и вырезаем из колец. Заворачиваем в пакеты или в пищевую пленку и убираем в холодильник минимум на 5-6 часов, в идеале на ночь. А после того, как бисквиты отлежались, срезаем верхушки и разрезаем каждый бисквит на два одинаковых коржа. Прослойка для торта у нас будет состоять из сметаны и медовой карамели. Чем жирнее вы возьмете сметану, тем лучше. Сметану можно предварительно отвесить. Как это сделать, оставлю ссылку в описании. Я не отвешивала, моя сметана жирностью 20%. Первым делом замачиваем желатин. Листовой желатин замачивается в произвольном объеме холодной воды, опуская в воду каждый лист отдельно. Сила моего желатина 160 блюм. Также можно использовать и гранулированный, и порошковый желатин. В этом случае на одну часть желатина берется 6 частей воды. Если у вас желатин другой силы, то его количество нужно пересчитать. Далее в небольшом ковшике с толстым дном соединяем мед и сахар. Ставим на плиту на средний-низкий нагрев и увариваем несколько минут. Если у вас светлый мед, то просто варите его до янтарного цвета. Не допускайте очень темно-коричневого цвета, иначе карамель в результате получится горькой. Теперь снижаем нагрев до минимального и добавляем сливочное масло, предварительно порезанное на кубики. Тщательно перемешиваем и увариваем еще приблизительно 2-3 минуты, на среднем огне периодически помешивая. Готовую карамель снимаем с плиты. К этому моменту желатин набух и стал вот эластичным. Достаем его из воды, хорошо отжимаем и добавляем в горячую карамель. Если у вас порошковый или гранулированный желатин, то точно также добавляйте готовую желатиновую массу. Предварительно распускать ее не нужно. Перемешиваем и пока отставляем в сторону немного остыть. А этим временем берем холодную сметану и добавляем к ней через сито сахарную пудру, разминая все слежавшиеся комочки. Хорошенько перемешиваем. Если вы возьмете жирную сметану 30% жирности или заранее отвешенную, то ее на данном этапе можно взбить, чтобы получился сметанный мусс. Как взбить сметану, посмотрите по ссылке в описании. Теперь, чтобы сблизить температуру обеих масс, добавляем часть сметаны в подостывшую карамель с желатином и тщательно размешиваем до однородности. И только теперь соединяем получившуюся смесь с оставшейся сметаной. Если карамель с желатином вылить сразу в холодную сметану, то желатин схватится и комочков уже не избежать. Получившуюся карамельно-сметанную заливку для удобства делим на три части и сразу приступаем к сборке торта. На крутящийся столик кладем какую-нибудь нескользяшку, дальше подложку для торта, устанавливаем раздвижное кольцо для сборки и внутри прокладываем ацетатную пленку. Укладываем первый порш, затягиваем кольцо и фиксируем. Низ кольца я на всякий случай еще обернула пищевой пленкой, чтобы нигде ничего не вытекло. Теперь выливаем одну третью часть сметанно-карамельной прослойки. Накрываем следующим коржом и таким образом собираем весь торт. Сильно прижимать бисквиты не нужно, но обязательно следите, чтобы они лежали ровно. Верхний корж укладываем гладкой стороной вверх. Сверху накрываем пищевой пленкой в контакт и убираем торт в холодильник стабилизироваться как минимум на 8 часов. Я убираю на ночь. Когда прослойка стабилизировалась, торт отстоялся, приступаем к приготовлению крема для выравнивания. Я готовлю крем-чиз на масле. В сливочное масло комнатной температуры через сито добавляем сахарную пудру и взбиваем до бела на максимальных оборотах миксера. Периодически останавливаем миксер и снимаем массу со стенок чаши. Подробный рецепт этого крема со всеми тонкостями и нюансами вы найдете по ссылке в описании. Теперь добавляем творожный сыр и снова хорошо перемешиваем миксером на минимальных оборотах. Мы не взбиваем, а именно перемешиваем. Если будете готовить в стационарном миксере, то используйте не венчик, а насадку-лопатка. Готовый крем тщательно выглаживаем силиконовой лопаткой, чтобы избавиться от пузырей воздуха и перекладываем в кондитерский мешок. Для удобства можно использовать круглую насадку. Достаем стабилизировавшийся торт из холодильника, снимаем кольцо и убираем ацетатную пленку. Накрываем другой подложкой, переворачиваем торт и снимаем пищевую пленку. И наш торт готов к выравниванию. Наносим крем по всей окружности торта из кондитерского мешка полосками равной ширины. Постоянно вращая поворотный столик, снимаем шпателем все излишки крема. Сильно нажимать не нужно. Если появились просветы и пустоты, то заполняем их кремом и вновь выравниваем шпателем. Когда бока торта выровнены, приступаем к верхушке. Также наносим крем из кондитерского мешка и распределяем палеткой. Затем вновь проходимся шпателем по бокам и снимаем палеткой образовавшуюся корону из крема, каждый раз обязательно очищая палетку о шпатель. Торт готов к дальнейшему украшению. Я сделала потеки карамельным соусом, украсила физалисом и дополнила иголочками розмарина. Вот и все. Теперь ваша очередь приготовить этот торт. Если остались вопросы, обязательно задавайте их в комментариях, подписывайтесь на мой канал и до встречи в новом видео! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok